МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации Толерадо-компании Гомель, у студии Натальи Гнатенко, доброй ранецы. Выники инвестиционной деятельности региона за 2015 год проанализовали на посаджении Абловы Канкама, поставленный задачи на бягучий год у тымлику и створение новых працонных местцев. Кольки плануется селета праца уладковать ЖХРУ в области у материале Дмитрия Котова. Створение новых працонных местцев – тема, якая для представников УЛАДы, у опошней месяцы особливо актуальная. Перша початкова размова ишла об працалотковании 2,5 тысяч человек у 2016 годе. После того, как 23 лютого вышел указ номер 78 об мерах по повышении эффективности социально-экономичного комплекса Республики Беларусь, задача ускладнилася. По коль официйное задание у Радом Краины недоведено, а гучивается прикладная личба у 3600 працонных местцев. Головное – удовольствие не о простых экономичных умовах упереет оптимизации на предприемствах колькости працующих. Заховать – высокопрофессийные кадры. Из направления – это новые предприятия, новое производство. Вы наверняка знаете, что мы по этому количеству вновь создаваемых новых предприятий практически являемся лидерами в Республике. Достаточно вспомнить нашу деревообработку, три завода. На выходе вот в этом году мы планируем два завода. Светлогорский целлюлозный картонный комбинат ведет и в Добруши. Планируем 16-й год, вот Металлурги ввели, НПЗ Мозырский введет, еще мощности очень большие, нефтяники работают активно. Поэтому мы, конечно, работаем над созданием новых, абсолютно инновационных производств, которые бы чувствовали себя уверенно на перспективу. Створение працонных местцев немогчимо без притягнения замежных инвестиций. Нададенный МОМ от Гомельским Абовы Конкам на огульную сумму больше, как 2 миллиарды долларов, заключено 179 погодненел, за каких 63 реализованы и 66 находятся у стадии реализации. Приходят новые абсолютно инвесторы и создают хорошие мощности. В этом году у нас тоже будет таких несколько производств. Мы в отрасли гидравлика создали как минимум два уже. К нам идет украинский капитал, с учетом ситуации, которая складывается на рынках Российской Федерации и Украины. И, безусловно, для нас хороший шанс воспользоваться этим моментом и привлечь сюда потенциальных инвесторов из нашей соседней республики. Так само, как отзначено на посаджении, великие надеи по выполнению задачи просолодкования насельництва связаны с протпримальницкой инициативой. У теперешних рыночных умовах малый и средний бизнес – мощный фундамент для развития экономики. Еще не существует шмат прикладов у развитых краинах света, когда добробыт граждан забеспечивается минавито приватным сектором. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Новые формы работы региональной прессы обмерковали у Речицы головные редакторы городских, районных и областных газет Беларуси. Семинар пройшел под эгидой Республиканского союза журналистов. Олег Сенцеров потекавился перспективами друкованных СМИ. Обмерковать перспективы СМИ головные редакторы региональных газет приехали у Речицу. Неопочную чергу по той причине, что местовый Дня Провец газету в значной ступени показальная, и таражи тут не самые маленькие, и гроши зараблять могут. Правда, зарабить это зараз звучит мне просто. Это ранее была у всего одна районка и никакой конкуренции. Теперь необходимо постоянно доказывать свой профессионализм. С Водовецкой справой так само не все так просто. У Речи есть буйные полиграфичные предприемства, которые так само затекавлены от рема неприбытку. И тут необходимо шукать свою нишу. Мы как-то однажды проиграли один тендер. Ну что ж, конкуренция есть конкуренция. Но преимущество наше в том, что мы хорошо знаем свой регион и работаем на потребности внутреннего региона. Мы издавали книги для наших субъектов хозяйствования, а также по заказу районного исполнительного комитета. Поэтому мы работаем на наш внутренний районный рынок. Мы, думаю, мы небольшие конкуренты для издательских домов. Хоть только проблемами региональных СМИ у Речицы не обмежавалися. У Речи, а прича местовых, есть и проблемы, агульные для усих. Теревництво Белорусского союза журналистов, кажа у приватности, а в так званой «Жан-ночай» журналистыцы, переважная большинство сегодняшних корреспондентов «Жан-чины», это отбивается на специфицы материалов и кадровой полиции. Есть претензии и доякости подрактовки молодых специалистов. Сирот агученных проблем так само. Необходность переходу на новые формы подачи материалов, когда районка выходит только 2-3 раза на 1 день, опубликованные на ее сторонках новины вызначаться оперативностью явно не будут. Важно, чтобы в ней были не только новости, но и анализы этих новостей. Сегодня мы видим, что интернет в этом проигрывает. Он быстренько реагирует на события, которые происходят, но он не делает их анализ. А людям все-таки требуется какая-то подсказка, они ждут ее со стороны СМИ. Так было всегда, так будет и дальше. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадио-компания «Гомель» за Речицы. До речи, Республиканское громадское объединение «Белая Русь» объявило конкурс «Сярод молодых журналистов». Принятие ему дел может любой жадающий во взросле до 22-х годов. Перевага жадается членам клуба юных журналистов, а так само молодым корреспондентам районных и городских газет, интернет-сайтов и телебачения. Конкурс «Золотое пяро Белой Руси» иснует уже 4 года. Однако, отразнение от попередних годов на это раз будет не один, а три отборочные этапы. Первый из их районов уже идёт. Он завершится 15-го красавика. До этого часа, жадающим принять эту дело в конкурсе, варто звернуться в районные организации «Белой Руси». До речи, проявить свой талент конкурсанты могут у трех тематичных номинациях. Агульным же для всех з'является мета популяризация культурного и исторического минулого нашей краины. До дела допускаются друкованные материалы, фоторепортажи и видеоролики. На опошний республиканский этап будут отправлены лепши из лепших. Конкурсные работы оценят профессийные журналисты и литераторы. Имёны пероможцев охудшать шатёртаха веростня у День белорусского письменства. В первый год, когда этот конкурс только запустили, мы широко информировали об этом конкурсе. Но, тем не менее, всего две работы от Гомельской области было в первый год. На следующий год это было уже 60 работ, в прошлом году 76. И работы уровень, и работ, конечно, разные. И ребята себя пробуют. Работы и с профтехобразованием, и с вузов, и просто школьники. И некоторые работы просто впечатляют. У городе Надсожем отбылась сёмая справоздачно-выборная конференция Гомельской областной организации белорусского объединения ветеранов. Почас ее были подведены выники деятельности за пошние пять годов и вызначены планы на будущее. Гомельская областная организация белорусского объединения ветеранов оказывает уселякую поддержку и допомогу больше, как 400 тысячам людей шановного взрослого, которые проживают в нашем регионе. Среди них ветераны войны и працы, Узбройных сил и правооховных органов. Усе яны мают потребу у Клопоте и у Вазе. С года в год праоритетными напрямками работы организации застаются социальная оборона ветеранов, а так само грамадзянско-патриотичное выхование подрастающего поколения. Сродной большзначных мероприемств, проведенных за пошние годы, акции, промеркованные до 70-го дня вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников и 70-годового юбилея Великой Перамоги. Гэта наведвание ветеранов, уделыва урочистых митингах и поездках по местах боевой славы, доброе упорядкование помников и мемориалов, а так само проведение сустреч и военно-патриотичных уроков с молодью. До речи, на ближайший год Гомельской областной организации Беларусского объединения ветеранов так само визначен и довольно насыщенный план мероприемства. У нас в следующем году будет большое тоже событие. Это 30 лет ветеранского движения вообще как основано оно было. Оно пройдет в области, пойдет в районах. Мы должны составить планы, составить опять же мероприятия, чтобы за этот год и в начале следующего подойти к этой дате и отметить наиболее активный, провести торжественные мероприятия, экскурсии, поездки по местам боевой славы, чтобы эти ветераны чувствовали, что они заботятся. На Гомельщине проходить акция «Карыстные каникулы». Процедуники комиссии по справах неполнолетних, прокуратуры и школ сустрелись с работниками Гомель Абл Аутотранса. Мета Гутарки, продухилиць несчастные выпадки и злочинность сярод подлетков. За минулый год амаль 20 тысяч детей отрымали травмы. И это только те, которые не яке зафиксованы в поликлиниках. Что год по нестерожности с життя сходить, каля 30 неполнолетних. Каб скратить эту смрочную статистику, для юнаков у час каникулы организуются разные выховавчие и забавляльные мероприемства, а их батькам нагадывают, детям необходима увага. Хорошая семья, ребенок любит своих родителей, то даже для того, чтобы не горчить своих родителей, он не будет совершать правонарушения. Если чувствует он эту тепло, заботу в семье, он будет платить тем же. До речи, как кажут организаторы, выники профилактичных акций есть. За этот год выпадков самогубства у сярод детей не было. Меж тем, звертают увагу, напередать недолго чеканного потепления варто быть осторожными с москитными сетками на вокнах, которые часто спрымаются маленькими детьми, как опора. Сегодня у городским центры культуры пройдет концерт эстрадно-духового оркестра «Парад солистов». Глядачам представить не только индивидуальные выступления инструменталистов и вокалистов, а лей танцевальные нумары ансамбля «Дружба». А кроме того, гомельские оркестры рыхтуют новый проект «Наши традиции». «Наши традиции» – это серия с пяти концертов, якая различена на полтора месяца. Гомельчан познайомят с лучшими педагогами краины и их учнями. Первая встреча – магия рояля от Гайдна до Чайковского, пройдя 29-го соковика. На ней выступить народный артист Беларуси Игорь Алоуников, профессор Академии музыки у Минску. А кроме того, на каждый концерт будут запрошенные специальные гости. На дебютном выступлении проекта дырежировать будь айчинный заслуженный деджмастатство Анатоль Лапунов. Даречу, музыканты у Духового оркестра будь махчимость продемонстровать свои сдольности сольно. Возможность соприкоснуться с высоким искусством в исполнении приезжих артистов и в то же время насладиться тем, что у нас есть в Гомеле, потому что Духовой оркестр обладает целой палитрой хороших исполнителей. Гомельский Свято-Микольский Мушинский монастыр представил выставу православной литературы русского замежа. Уникальная экспозиция разместилась у библиотеки Мягерцена. Свято-Микольский Мушинский монастыр з'является официальным представником вестника русского христианского руха старейшего литературно-богословского часописа русской эмиграции. У 2015 годе галоны редакторы выданни Микита Струве передаў Гомельскому монастыру уникальные книги. Гэта сборники 30-х, 50-х годов минулого 100 годя, які адлюстровуюць пэлный этап развития православия як у богословской, так и у мастацкой литературы. У коллекции ёсць редкі выданни такіх аутраў, як айтец Павел Флорэнскі, айтец Василь Зиньковскі, а таксама Александра Солжаніцына. А уникальным экспонатам стаў паўна оригінальны сбор вялікай богословской трылогі айца Сергія Булгакова, які был выдадзіны ў 40-х годах 20-го стагодзе. Ціоні его книги актыўно перакладаюцца на замежныя мовы. У городской біблиотецы Мягерцена прайшла творчая сустрэча с педагогам і концертмайстарам, а таксама письменницей Аллай Навумавай. Яна керуе секциў музычнага театра ў школі нумар 17 і обласным палаце творчаці дзятей і молодзі. Першая казкі написала мінавіта для ўласных пастановак. Свае сілы ў літературной творчаці Алла Навумава выпрабывала Амаль 10 гадоў таму і вельмі паспяхова. Па матывах яе казак прайшлі театральныя пастановкі ў навучальных установах Гомеля. Усе носяць выхававчы характар. Пачас сустрэчы ў біблиотецы адбыласе театрализаванная презентація новай кнігі «Дарога Україну счастья». Казка-мюзікл вучыць сяброўству, добрыні, смеласці і рашучасці. Павіншаваць аутра прышлі гомельскія літераторы, калегі, сябры і вучні. У падаруна к гастям прагучалі віршы і музычныя нумары ад ансамбля «Кветочкі». І аб спорці. Футбольны клуб «Гомель» працягвае падрыхтовку да новага сізону. Сёня ў Бабруйску правядзе таварыскі матч з мясцовой командой «Белшына-2». Наперэда дні зялёна-белы ў Гомелі правялі спарынг с футбольным клубом «Орша». Каманда з Витебскай в області таксама выступае ў першай лізі. Спарынг – спосаб для гомельчан прыгледзіцца да саперніка па чемпіонаті, а таксама папрацаваць над своімі слабымі бакамі. Галуны трэнер Уладзімір Журавель не ўтойвае, што зараз аснунае ўвага гульні ў атацы. У першым таймі ў составі зялёна-белых на поле вышлі резервісты. Яны не раз близка подступаліся да ворот саперніка, аднак да саправды небяспічных ударів не доходзіла. А ось гості сваёй макчымастю скорысталіся – 0-1. У другім таймі трэнерскі штаб гомельчан пайшоў на кардинальны зміны, выпустівшы потенціяльных гульцов асновы. На полі засталіся толькі три футбалісты, які пачыналі матч. В острых момента ў гомель організаваў больш, аднак забіць маглі толькі аднойчы. Азначы ўся Дзмі Три Гомза, які літеральна на днях офіційна став гульцом клуба. На гэтым падпісная кампанія гомеля ў гэтым міжсізонні завершылася. Я думаю, што мы на этом остановились. В-первых, і нет тех ребят, які могли бы реально усілиць. В-вторых, ість определённые услові, в которых мы работаем. І на сьогодні Теслюк Алексей оформил атношэня с клубом. Паэтуму, я думаю, это ўже ў нас окончательна. Плюсновик мы ўждём, проперерували калену. Должен скоро вернуться в строй Гнатсенка. І гэта була пошні інформація нашага раннішніга выпуску. У студы працывала Наталі Гнатсенка. Я і мои колеги жыдаем вам удалага дня. До новых сустрэчу эфіры.